С точки зрения завершения грантового конкурса, на мой взгляд, крайне важна оценка того, что произошло. То, что я наблюдаю невероятную какую-то слоистость и раздробленность сектора. И с этой точки зрения, я думаю, подведение итогов грантового конкурса должно включать трансляцию наиболее интересных каких-то решений, которые удалось достичь, и обсуждение как раз того, как можно было бы эти решения внедрять в других темах, в других организациях, свободно ими делиться. Оценку мы своим грантополучателям даем от того, насколько активно они принимают участие в личном продвижении своей деятельности. Мы видим, что многие из тех, кто были наши грантополучатели, становились лидерами. Мне кажется, для сообщества это лучший мониторинг и оценка проявления дальнейшего людей в сообществе. Самое сложное в мониторинге оценки, на мой вкус, это не его провести, а правильно использовать его результаты, чтобы мы понимали, зачем мы проводим этот мониторинг и оценку, какие параметры мы туда закладываем и что в итоге будет сказываться на принятии управленческих решений для развития конкурса в дальнейшем. Говоря о компании Норникель, мы для себя выбрали такт в три года проводить внешнюю оценку конкурса. А внутренний мониторинг силами собственных грант-менеджеров мы проводим регулярно, ежегодно, в рамках каждого из циклов. Внутренняя оценка — это такой перманентный, постоянный, мне кажется, инструмент в грантовом конкурсе. То есть и когда грантов-дающая организация проводит конкурс, она понимает, какие изменения она хочет видеть благодаря этому конкурсу, и тогда возникает эта система показателей, по которой мы будем мерять. А на самом деле мы туда движемся или не туда? Происходят такие изменения или не происходят? Внешняя оценка, она хороша — посмотреть взгляд со стороны. То есть не то, что мы видим внутри сообщества, а видеть то, что нам не видно в силу того, что и глаз замыливается, и мы внутри процесса. И посмотреть на сообщество в целом и грантовый конкурс как часть развития сообщества. И внешняя оценка нам дает информацию о том, куда лучше подрулить конкурс, какие добавить или убавить номинации, что изменить в условиях с тем, чтобы повышать эффективность взаимодействия. Если говорить о стратегических вещах, о глобальных изменениях, то, конечно, после каждого конкурсного цикла они не происходят, потому что тогда это будет элемент случайности. Стратегические вещи меняются на более длинные истории, когда уже есть результаты и конкурсных циклов, и реализованных проектов, и обратной связи. Что надо иметь в виду, что вечных конкурсов не бывает? Это привыкание к конкурсу со стороны его целевых аудиторий. И тогда конкурс перестает выполнять те задачи, на которые он направлен. Через какое-то время вместо инновационных, интересных, серьезных заявок, мы будем получать заявки, подстроенные под конкурс. Обычно говорят, что жизненный цикл конкурса примерно 10 лет, плюс-минус. Примерно 10 лет. Потом обязательно надо что-то менять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова